Доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости канала предлагаю вашему вниманию статью под названием пас и прием мяча в недодачу статья написано воскресенье 30 октября 2022 года и так начинаю а начинаю я со следующего подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте для гарантированного получения моего ответа на ваши вопросы и просьбы пользуйтесь донатами ссылка на них под каждым видео остальным тоже буду отвечать но по мере нахождения свободного времени также буду признателен если поддержите канал меру своих с возможностей с помощью все тех же донатов а теперь по теме и тритерий подписчик канала попросил меня высказаться на эту тему все вроде бы очевидно и просто до невозможности но если ко мне обращается значит видимо есть моменты которые трудны в обучении если ко мне обратился один человек то как показывает опыт такие же проблемы как минимум у нескольких десятков моих подписчиков и гостей канала если так то высказаться на эту тему с моей стороны вполне уместно и правильно начну с паса здесь все просто пас недодачи ничем не отличается от обычного паса разве что ограничением по жесткости иначе у принимающего не будет возможности принять мяч в недодачу другими словами если ты видишь что партнеру которому ты хочешь передать мяч защитник дышит затылок то делаешь среднюю по силе передачи чтобы у него было время на все не на все необходимые манипуляции о которых я расскажу ниже а теперь подробно остановлюсь на приеме мяча в недодачу на днях я с удивлением обнаружил что есть команды есть футболисты которые казалось бы к 16 годам должны уметь знать все а на самом деле для них прием мяча в недодачу оказывается тайной за семью печатями хотите верьте а хотите нет поэтому придется озвучить все тонкости этого технического элемента давайте начнем с простого вы находитесь на дуге штрафной площади соперника и ожидаете паса вам затылок дышит затость защитник представьте что с правого или левого фланга вам партнер делает передачу здесь есть два два самых не ожидаемых варианта событий первый вы царственно ожидаете когда мяч долетит до ваших ног но у защитника не столько терпения сколько у вас и он выскакивает из-за спины перехватывает эту передачу вы остаетесь с носом второй вариант вы царственно ожидаете когда мяч долетит до ваших ног защитник тоже находится в ожидании так как не очень любит рывки с целью перехвата мяча из-за повышенного как он считает риска когда же мяч докатывается до ваших ног и вы пытаетесь его обработать защитник косит вас вместе с мячом и не факт что сидя назначит штрафной что делать чтобы подобного не произошло безальтернативный способ это прием мяча в недодачу это означает следующее партнер посылает вам мяч вы видите это и делаете несколько шагов навстречу летящему мячу это дает вам выигрыш в полтора два метра по отношению к защитнику который находился за вашей спиной что позволяет вам развернуться а дальше уже действовать на свое усмотрение далеко не у каждого возникнет нужный вопрос но знаю что такие ребята найдутся которые спросят а если защитник также начнет движение навстречу мячу и никакого выигрыша в расстоянии между игроками не будет что тогда абсолютно резонный и правильный вопрос хотя справедливости ради нужно признать что далеко не все защитники своевременно отреагируют на рывок нападающего и тем не менее при плотной профессиональной опеке со стороны защитника прием мяча в недодачу ничего не даст неужели нет выхода а выход есть сожалению этот выход мы видим в игре очень редко он заключается в том что перед приемом мяча нужно заякорить опекуна на том месте на котором он находился до момента начала движения мяча в вашу сторону как это сделать все достаточно просто и сложно одновременно просто потому что нужно момент когда мяч послан вам сделать резкий выпад в сторону ворот соперника защитник видя это начнет движение к своим воротам или как минимум создаст опорную ногу для движения в сторону своих ворот сразу после выпада в сторону ворот соперника вы резко делаете рывок в противоположную сторону то есть сторону мяча и в этом случае вам удастся создать преимущество в полтора два метра благодаря которому вы сможете развернуться лицом к воротам и действовать по всему своему усмотрению я только что рассказал как исполнять прием мяча в недодачу на 4 балла по 5 балльной системе да это было бы хорошим исполнением но не отличным чтобы исполнить прием мяча в недодачу на отлично необходимо сделать еще кое-что нужно сделать то что необходимо делать при приеме любой передачи или почти любой когда вы видите что партнер намерен сделать передачу именно вам и уже сделал замах для ее исполнения поднимите быстро голову и сфотографируйте ситуацию на поле хотя бы на 180 градусов обзора тогда когда вы это сделаете у вас будет время на анализ вашей фотографии сделаны вашими глазами и когда мяч будет уже в ваших ногах решение вы примете заранее и после разворота корпуса в сторону ворот соперника сделайте без паузы то что должны сделать а может быть и разворачиваться не нужно будет если мяч можно будет передать по задуманному адресу в одно касание и еще очень важный момент доведя прием мяча в недодачу до инстинкта вы во многом лишите возможности соперника перехватывать мяч посланный вам выскакивая из-за вашей спины стоять столбом и царственно ожидать когда мяч докатится до ваших ног не самое удачное решение в футболе теперь я уже сказал все пока подписывайтесь на канал жмите на колокольчик впереди еще очень много интересного неожиданного и эксклюзивного